Здравствуйте! В эфире телеканал Этон ТВ, программа «Тема дня». Веду ее сегодня я, Александр Гурарье. И поговорим мы сегодня о ситуации в Великобритании. В Великобритании, как известно, ушел в отставку премьер-министр Борис Джонсон. И сейчас идет борьба между кандидатами от консервативной партии. Чуть-чуть оговорка по Фрейду. Кто из них возглавит партию? И в настоящий момент есть два реальных кандидата. Кто же из них имеет больше шансов и чем приход одного или другого грозит внешней политике Великобритании? Поможет нам разобраться в этом наш коллега-журналист из Лондона Юрий Галлигорский. Юрий, здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро, Александр! И сейчас я прицеплюсь к вашей оговорке. Дело в том, что один из кандидатов, Ли Страс, как бы это выразиться поточнее, она колебалась вместе с линией партии. Она начинала крайне левой. Она была в семье, выросла в семье. Она была в стороне ядерное разоружение. Ходила с мамой на собрания, где осуждали госпожу Тэтчер, которая тогда была премьер-министром Великобритании. То есть она прошла путь от крайне левой до сейчас. Крайне правой в консервативной партии, потому что она и Риша Сунак, кстати, считает, что чем правее они будут вести сейчас свою кампанию, тем больше у них шансов на успех. Риша Сунак. Следующий, второй кандидат. До сегодняшнего дня, по сути дела, исполняющий обязанности министра финансов, талантливейший человек. Сделан из денег, как говорят по-английски, но сделает эти деньги самостоятельно. Правда, там еще есть жена, дочь крупного индийского биллионера, даже не миллионера, у которого миллиарды. То есть можно сказать, что у парня все хорошо, волноваться за него не следует. Вы знаете, по финансовому положению он в банк за займами не ходит. Вот так. А банки обращаются к нему. Понятно. Да, да. Ну, по сути дела, это очень состоятельный человек, и он пришел в политику не для того, чтобы делать в политике деньги. Он пришел действительно по убеждениям. Он, у него блестящее образование. Оксфорд, потом в Соединенных Штатах учился, потом он был высокопоставленным сотрудником Гольман Санкс, потом в Великобритании создал хедж-фанд, который зарабатывал миллиарды. Хедж-фанд был направлен на то, чтобы поддерживать малый бизнес в Великобритании. У Риши, как я понимаю, начисто отсутствует опыт во внешней политике. Он финансист, узкий, узкая специализация. Все направлено на то, чтобы делать деньги. Он спас, я считаю, именно он спас Великобританию в период пандемии. Он раздавал деньги налево и направо. И поэтому сейчас в этой кампании, которой ведут два кандидата за избрание на пост президента, они оба сконцентрировали внимание на финансовом положении. Риша Сунак говорит, ни в коем случае нельзя снижать налоги, поскольку мы раздали очень много денег, надо выправить ситуацию, сбить инфляцию и только после этого начать снижать налоги. Ли Страс, до сегодняшнего дня исполняющий обязанности министра иностранных дел Великобритании, наоборот, говорит, давайте начнем снижать налоги. И это взбодрит экономику, и люди тогда смогут вздохнуть спокойно и приступить к нормальной жизни. Это коренное отличие. Это попахивает предвыборной экономикой, то, что называется в Израиле. Совершенно верно. Конечно, она говорит то, что хотят услышать кандидаты. Вернее, не кандидаты, а избиратели, простите. Да, люди никогда не врут так много, как после рыбалки, во время секса и во время предвыборной кампании. Так вот, сейчас они, конечно, я думаю, что не врут, но выступают с позиции экономной правды. Экономно рассказывают о том, что они могут сделать, поскольку перед ними стоят громадные проблемы. У нас был такой рабочий ленч среди нескольких очень интересных корреспондентов, работающих в Великобритании. Все они, коренные англичане, кроме меня. И все они говорили, ты только послушай, о чем они говорят сейчас. Какие дебаты ведут, какие проблемы стоят перед нашей страной, и о чем кандидаты дискутируют сейчас. И, конечно, оптимисты говорят, что нынешний выбор – это выбор между двумя относительно равными, хорошими кандидатами. Пессимисты же говорят, что это выбор между плохим и очень плохим. Ну, так говорят всегда. Но у Ли Стросс есть очень серьезное преимущество. Она, как это ни парадоксально звучит, женщина. Если бы она еще была чернокожая и инвалидом, то тогда бы ее победа была бы вообще, так сказать, вне всяких сомнений. Но так может ли сыграть, на ваш взгляд, вот эта гендерная составляющая в процессе принятия решения британских избирателей? Вы знаете, Великобритания вообще и консервативная партия давно уже преодолела этот стеклянный потолок мужчина-женщина. Женщины добились абсолютного равноправия внутри консервативной партии. И поэтому гендерная составляющая в консервативной партии практически не играет роль. Женщина на руководящих постах абсолютно нормально. Женщина-премьер-министр с тех пор, как Маргарет Тэтчер стала премьер-министром, абсолютно нормально. И поэтому оба кандидата, и Риша Сунок, и Ли Стросс, в качестве примера для избирателей приводит Маргарет Тэтчер. Достаточно сказать, что в выходные Риша Сунок с супругой поехали в городок, где родилась и выросла Маргарет Тэтчер, и говорили, что мы татчеристы. Более того, жена Сунока даже сфотографировалась, и причем в присутствии многих фотографов, ведущих британских газет, на фоне скульптуры Маргарет Тэтчер, чтобы показать избирателям в этой стране вот наша героиня. Ли Стросс даже начинает говорить такими предложениями и тоном, как Маргарет Тэтчер тоже. То есть Маргарет Тэтчер для них идеал. Это означает, что оба кандидата, я повторяю, смещаются вправо, 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 чтобы завоевать голоса тех, кто проголосует за них в ближайшие недели. Юрий, ну, сейчас они борются, конечно, за голоса своих избирателей. Нас же интересует, конечно, в первую очередь, вы уж извините, внешняя политика Великобритании. Да, повыск налоги или не повысит, или понизит, это, конечно, здорово, но нам как бы интересно, чем все-таки будет отличаться политика Великобритании, если придет Риша Сунок или придет госпожа Трасс. Почувствуем ли мы это на себе? Естественно, это касается, в первую очередь, войны в Украине. Ну, и нас интересует ситуация на Ближнем Востоке. Ну, вы знаете, это знаменитый случай, когда Лиз Трасс, как министр иностранных дел, поехала на встречу с Сергеем Лавровым, и этот был очень неприятный инцидент. Для нее, когда она попалась на домашнюю заготовку относительно нескольких областей России, которые она представила таким образом, как часть Украины. Это была домашняя заготовка, это было ниже уровня министра иностранных дел, ну, оставим это на совести Сергея Викторовича. Он сделал это так, может быть, это был акт отчаяния, потому что он уже списанный товар, как министр иностранных дел на международном уровне. Но, что касается Лиз Трасс, то это не только продолжатель дела Бориса Джонсона, но и вдохновитель и организатор. В этом отношении она, конечно, будет вести гораздо, еще и насколько это возможно, я не знаю, но, по крайней мере, внешне она будет высказывать гораздо более жесткую линию по отношению к вторжению России в Украину, поскольку это была ее позиция изначально, и, кроме того, личные обиды на этом уровне не забываются. Риша Сунак. Если честно, Риша Сунак настолько был зациклен на экономических вопросах в нынешнем правительстве, что я, честно говоря, не могу себе даже представить, понимает ли он масштабы задачи, стоящие перед премьер-министром в том, что касается, скажем, войны в Украине или ближневосточной проблемой. Я думаю, это целиком и полностью он отпишет ведомству будущего министра. Если он станет премьер-министром, разумеется, отпишет это ведомство министра иностранных дел. И, тем не менее, Юрий, давайте продолжим эту тему внешней политики. И, так сказать, результаты выборов мы скоро узнаем, когда они произойдут. И мы узнаем, кто станет премьер-министром иностранных дел Великобритании. Я бы хотел еще раз вернуться к вопросу в Востоке. Я еще хочу сделать одно дополнение. При прочих равных все комментаторы говорят, что кто бы ни пришел на пост премьер-министра, министром обороны останется человек, который в настоящее время является министром обороны. Бен Уоллес. Бен Уоллес отказался от участия в схватке за премьерский пост. Сказал, это не для меня. У меня есть работа, я продолжаю свою деятельность. И, конечно же, он очень успешный министр обороны. Даже критики это утверждают. Либористская партия тоже считает его успешным министром обороны. В особенности это проявилось в том, что касается войны в Украине. И поэтому внешнеполитический курс и оборонный курс в данном случае, конечно, будут продиктованы тем, кто более опытный министр, кто больше провел времени на этом посту. Я думаю, что в нынешней ситуации, когда мировая повестка дня столь резко накренилась в сторону военных отношений, конечно, министр обороны в значительной степени будет диктовать внешнеполитический курс в Великобритании. Раз уж мы затронули внешнеполитический курс и министр обороны, то я не могу не задать вам вопрос, как в Великобритании отнеслись к недавнему событию, а именно вроде как была подписана сделка о поставках, разблокировке поставки украинского зерна через Одессу. И во многом это поставил себе в заслугу господин Эрдоган, президент Турции Эрдоган. Он много говорил об этом, он поставил это, презентовал это своим избирателям, и не только избирателям, но и на внешней арене, на международной арене, как его большое достижение, как большого политика, как грядущего султана. И вдруг вот такой, да, министр обороны России подписал соответствующие документы, и тут обстрел в Одессе, Россия заявляет, что это не они, но это в принципе нормально, они всегда так заявляют. Как восприняли это Великобритании? Ну, естественно, вот в первую очередь тот же самый министр обороны, про которого мы сейчас говорили, который абсолютно точно знает, кто это сделал, как, впрочем, и все западные партнеры, поэтому все эти выступления о том, что это не мы, это, естественно, рассчитано на внутреннюю аудиторию. Итак, как отреагировали в Великобритании? Александр, одну секунду, одну секунду. Во-первых, вы сказали, что Россия отрицает. Несколько минут назад Министерство обороны России подтвердило, что это они. Да, первое было отрицание, да. Первое было отрицание, сейчас они подтвердили, они сказали, что они уничтожили. До этого подтвердил один из деятелей Государственной Думы, который заявил, что... Что они уничтожили военный объект, судоремонтный завод и военный корабль, так они сказали. Да, это понятно, это как бы понятно, но это не снимает того вопроса, который я поставил, потому что... А, секунду, мы пишем сейчас, да? Да, разумеется, мы не прерывались. Несмотря на прерыв... Да, да. Да, пожалуйста. Первая реакция Великобритании. Первая реакция Великобритании. Это ужас. Это достаточно посмотреть заголовки газет. А дальше одна фраза. Предсказуемо. Поскольку... Нет, надо обладать действительно уникальным дипломатическим мастерством, чтобы одновременно антагонизировать весь западный мир, естественно, Украину, но в первую очередь Турцию, и, конечно, дезавуировать подпись министра обороны Российской Федерации Шойгу. То есть это, конечно, уникальный талант. Это из серии, когда мы думали, что мы достигли дна, снизу постучали. Как вы думаете, что считает Великобритания? Это был осознанный шаг или это, вот, так сказать, нестыковка, так сказать, борьба между башнями Кремля? То есть одни сказали да, другие сказали нет. И вот получилось то, что получилось. Это, кстати, не в первый раз уже. Практически однозначно башни Кремля. Башни Кремля. То есть Путина подставили? Да. И что, это тоже? Это не мое мнение, это то, что пишут большинство комментаторов, но я вынужден с ними согласиться. Невозможно так дезавуировать и министра обороны, и президента, по сути дела, буквально через несколько часов после того, как подписаны документы. Ну, это абсурд. Полный абсурд. Да, к сожалению, мы живем в мире абсурда. Юрий, спасибо большое. Спасибо за ваш интересный анализ. Я напоминаю, дорогие друзья, Юрий Григорский, журналист, отдавший, ну, скажем так, пол жизни работы в BBC. Я не ошибаюсь, Юрий? Ну, давайте, давайте посчитаем, сколько я проживу. Может быть, только треть? Мы вам желаем до 120. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Вел программу Александр Гурарье. Будьте здоровы. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»